Вообще, как часто, Дженгиз Ахмадов, тебе приходится врать? Врать? Да постоянно врать, к великому сожалению. А что тебя вынуждает это делать? Вынужденная необходимость. Ну тогда понятно, тогда вопросов больше нет. А что если выбор Кадыровых в сдаче борьбы – это разумная необходимость? Ведь при любых условиях Россия победила бы в конечном итоге. Может, в выборе Кадырова есть разумное зерно? Ответь, please. А как вы понимаете, что при любом раскладе Россия бы выиграл? Как вы можете это знать? Так, давайте уделим немного внимания директору ЧКТРК «Грязный» Чингизу Ахматову, известному под прозвищем «Иллизионист». Он продолжает трудиться на своих ресурсах у себя в Инстаграм. И на днях он выложил какой-то ролик, в котором он перечисляет факты предательства руководства Чеченской республики Ичкерия в отношении нашего народа. И факт меня заинтересовал, факт номер два. Они все, безусловно, были очень интересны. Но факт номер два меня заинтересовал как-то по-особенному. Давайте для начала я дам вам его посмотреть. Факт номер два. 12 мая 1997 года Ичкерийская власть заявила в Кремле, что в течение пяти лет они проведут референдум, где спросят у народа, хотят они, чтобы республика была в составе федерации или нет. Но народу Ичкерийцы про этот договор не сказали ничего и референдум не провели. Это еще один факт предательства. Итак, после заключения мирного договора в 1997 году, в мае 1997 года, Чингис говорит, что руководство Ичкерии не оповестило народ о том, что якобы там в рамках этого договора была принята, была бы принята на себя обязанность в течение пяти лет провести референдум, хочет ли народ вступить в состав России или хочет быть независимым. Об этом не сообщили якобы они народу. Ну, во-первых, у нас, конечно, сразу же возникает вопрос, если эта договоренность действительно была достигнута, то она ведь должна быть отражена в том самом договоре. Почему просто не показать нам? И тогда эти слова, может быть, имели бы под собой какую-то основу. Мы на самом деле, конечно же, отрицаем. Не было там никаких условий, мы никогда на себя не принимали условия, которые ставили бы вообще под сомнение наш суверенитет. Но если же мы ошибаемся в этом вопросе, и действительно от нас что-то было скрыто, то у вас есть возможность показать этот документ. Сегодня Кремль вместе с вами, вы его подчиненные. Запросите этот архив, покажите нам документ, на котором будет роспись Аслана Масхадова, что мы действительно на себя взяли это обязательство. Но здесь интереснее другое. Ахмадов говорит, что этот договор был подписан в мае 97-го года, в чем он, мы с ним согласны, он абсолютно прав. И мы обязали в течение пяти лет провести референдум. Я всячески проверял, сколько будет, если к 97-му году прибавить пять лет. Я хочу сейчас продемонстрировать вам это. Вот, допустим, давайте калькуляторы однозначно дают один ответ. Вот, например, спросим у Гугла. Окей, Гугл. Сколько будет 1997 прибавить пять? Результат 2002. Калькуляторы показывают ровно тот же самый результат. Я на всякий случай спросил, может быть, у кого-то будет иное мнение. Послушайте. Ты можешь, Чингис, по своим каналам тоже это перепроверить. Только у Кадырова не спрашивай. Спроси у кого-нибудь, кто в школе учился. Может быть, есть. Наверняка есть у кого спросить. В МГУ кому-нибудь обратись. Нет никаких сомнений, я тебя уверяю, что если прибавить пять лет к 1997-му, получится 2002-й. Но никак не 99-й. Вот никак. Ни по каким формулам математическим. Ни в один институт этого мира физико-математические. Хоть, я не знаю, Стэнфорд. Куда бы ты ни обратился, 99-й год не получится. 99-й это три, это два года. К 1997-му прибавить два года, получается 99-й год. А именно в 99-м году к нам вторглась российская армия. Не в 2002-м. То есть твой вот этот довод, что нам было выделено пять лет на то, чтобы мы провели референдум, а мы его так и не провели, типа у народа не спросили. Но даже если мы с этим согласимся, что этот пункт был принят действительно, то нам не дали этих пяти лет. Нам не дали времени, чтобы мы провели этот референдум. То есть получается, твой факт номер два, как минимум, против тебя же самого. Он не свидетельствует о каком-либо предательстве. Он скорее свидетельствует о вашем лицемерии, о вашем вране. В связи с этим мне, конечно же, захотелось спросить тебя. Вообще, как часто Ченгиз Ахмадов тебе приходится врать? Врать? Да постоянно. К великому сожалению. А что тебя вынуждает это делать? Вынужденная необходимость. Ну тогда понятно. Тогда вопросов больше нет. Разговор исчерпан. А что такого стремного в референдуме? Это же выбор, в которых люди делают выбор. Да мы здесь не говорим, стремное это или не стремное. Мы говорим, что в принципе такого условия не было в том договоре. Но даже если он был, то есть даже если мы с этим соглашаемся, то сам иллюзионист заряжает, что пять лет, якобы, в течение пяти лет мы должны были это спросить у народа, но так и не спросили. Но так пять лет и не прошло. Через два года к нам вторглась российская армия. Какие к нам претензии тогда? А что если выбор Кадыровых в сдаче борьбы? Это разумная необходимость. Ведь при любых условиях Россия победила бы в конечном итоге. Может в выборе Кадырова есть разумное зерно? Ответь, please. А как вы понимаете, что при любом раскладе Россия бы выиграла? Как вы можете это знать? Нет, вообще нет, не существует ни одного предательства в этом мире, которое не было бы объяснено как раз вот этим разумным зерном. Любой предатель будет объяснять свое предательство, что это вынужденность такая. Понятно, что никто не скажет, да, я вот струсил, поэтому я предатель, я трус по своей сути. Да, это недостойный поступок, я его сделал. Так никто не говорит. Всегда каждый пытается свое предательство как-то его оправдать. Поэтому твоя логика, ну она скорее ближе к их логике, попытка этого оправдания. Но говорить, что все равно было бы то или было бы это, вот это мы не можем этого знать, как бы было. И, ну, то ли еще будет, поживем, увидим. Почему у чеченцев в Украине ни у кого нет флага мусульман? Как нет? Я вообще не знаю там никаких чеченцев, которые бы не под мусульманским флагом были. Все они, все группы наши, они под нашим чеченским флагом, под флагом нашим государствами. Я надеюсь, у тебя нет сомнений в том, что наш народ в целом, он мусульманский, наше государство, оно исламское. Поэтому, если ты в этом как бы сомневаешься, тогда мне тебе сказать нечего. А так, конечно, они все, при всем, какие бы там у нас внутренние не были отношения, но все они под нашим государственным флагом. Тумсо, в флаге Ичкерии есть изображение волка, это не харам. На флаге Ичкерии нет изображения волка, братья. Волк это герб, его отдельно наносят на наш флаг, но он не является частью нашего флага. Это не путайте эти вещи. А того, что ты туда нанес, там, или что-то ты сверху на флаге написал, это не становится частью государственного знамени. Наше государственное знамя, наш флаг, это зеленый, белый, красный, ну зеленое полотно и бело-красно-белые полоски. Две белые и посередине красная полоска. Это наш государственный флаг. А то, что туда уже наносит кто-то, допустим, отдельно наш герб, ну это он просто таким образом хочет украсить, или он хочет собрать воедино там два символа. Но частью флага этот символ не является, герб не является. А герб не харам в Аллаху алям, братья, я не знаю, это пусть по поводу этого герба сделают какое-то заключение более знающее. Я от себя не буду эти вещи говорить, потому что изображение живых существ, мы знаем, что да, изображение животных, живых существ, это вещи, как бы, ислам их не... Оно запрещает, можно даже, не то, что не приветствует, запрещает. Однако мы также знаем, что, допустим, у того же Салахуддин аль-Айюби на его знамени был орел. Поэтому это вопрос, который... Понятно, что ни Салахуддин аль-Айюби никто другой не является доводом, а далилом. Далилом является только священный текст. Но я не хочу от себя делать какие-то заключения на этот счет. Поэтому я считаю, что пусть это сделают знающие. И для меня лично не проблема. Если что-то противоречит исламу, это должно быть убрано. Вообще нет. То есть я не тот человек, который будет цепляться за какие-то символы. Если они противоречат, их нужно просто убрать. Но это нужно делать, конечно, по правилам. Я не могу ничего из этого убрать. Для этого есть соответствующая процедура. Видел накидку у патриарха Кирилла, похожую на флагички. Один в один. Я не знаю, как это объясняется. У них там, наверное, какая-то своя, какая-то каноническая есть тема. Ну да, это прям один в один, можно сказать. Наше знамя. Почему они взяли наше знамя, мы не знаем. Салам алейкум, Тумсо. Рад тебя видеть. Есть предположение, что ты испытываешь симпатию к чеченскому ополчению на Украине. Отряд шейха Мансура Дудаева. Знаешь ли ты отчет положению погибшим за это дело? Валейкум ассаляму. Благодаря. Значит, смотрите, моя позиция такая. Не давать никаких хукмов этим вопросам. То есть не говорить, что это надо, можно, давайте, вперед. И не говорить, что это нельзя, ни в коем случае нет. Я, конечно, у меня есть в этом вопросе свое понимание, знание. Симпатию, да, я, наверное, это правильно говорить, что, скорее, будет правильно сказать, что я испытываю, конечно же, к ним симпатию, какое-то уважение и даже благодарность за то, что они сделали и делают. И если в вопросе, отдаешь ли ты отчет, подразумевалось, что там какое-то положение, то, по всей видимости, мы с тобой по-разному этот отчет отдаем, и у нас бы разное мнение по этому поводу. А так, конечно, я себе отчет отдаю. Конечно же, этим вопросом я интересовался, и, конечно же, у меня есть какое-то убеждение по этой теме. Субтитры создавал DimaTorzok